здравствуйте значит на сегодня мы вместе с вами попробуем обнаружить обрыв провода вот нас удлинитель такой метров 50 значит и починить его я сам этим раньше не занимался но посмотрел значит ролики значит ю тубе значит приобрел себе для этих целей вот значит вот такие две вещи очень такую значит значит тестовую отвертку и вот такого плана ну сейчас посмотрим посмотрим значит вот ну вот огонечек горит вот фаза вот а здесь здесь она не горит тут получается фаза фаза ближе сюда здесь не горит но я попытался значит тоже вот посмотрел там вот показать что можно это тверки сюда провод посмотреть но это как говорится безнадежный результат то есть режима не будет вот приобрел вот тестер вот такой небольшой тестер название его значит тестер пробник 26 207 он насчет вот такого плана вот такого такого плана на виде отверточки вот сделано значит вот здесь вот две лампочки зеленая красная и здесь вот положение его три положения три положения вот значит положение здесь вот 0 идет первое положение для проявили для определения фазы и нуля вот здесь вот так вот видите красным горит вот она фаза здесь нету вот фаза вот для определения фазы нуля но я считаю это получше это получше во первых она и не такая дорогая в то же время видите наглядно и хорошо видно так и второе положение вот положение l l вот это уже бесконтактное определение значит фазы нуля и наличие значит так это значит правности проводника так вы слышите вот вот она пошел уже вот фаза вот фаза с этой стороны проводника пошла здесь нет вот на вот она фаза и вот положение h положение h она более чувствительная вот поставили о видите уже вот здесь вот определяет вот это можно уже и определять проводку в стене вот поставим положение h положение ну если для начала да вот так вот положение и значит смотрим вот лампочка загорелась видите как руками беру лампочка загорелась для чего и нам это надо для чего этом надо надо у нас сначала прозвонить вот этот проводник если на нем же это замыкание коробка замыкания линии то вот так поставили и смотрю опа горит значит замыкание вообще есть а ну-ка так посмотрим может быть просто чувствительная наводка а так вот так нет нет звука не нет это наводка потому что чувствительная просто так нету тестера под рукой у меня нету тестера пройду рукой нет ну для того чтобы как говорится определить исправность цепи можно использовать любой электроприбор not просто здесь получилось а то что электролобзик у меня был ближе всего одну взяли микро лоб не сейчас смотрим видите работает значит это исправно значит от этого начинаем танцевать поэтому пробивали здесь короткого замыкания нету в этом повороте по всей видимости где-то там повреждено или на 3 язык или значит или иначе вилка или резидка или провод посмотрим сейчас от час мы включим сюда вот включим сюда и включим сюда так это движение вот включаем включаем и смотрим видите значит напряжение не подается. Не подается. Значит, что? Будем искать. Будем искать. Значит, для начала, для начала нам надо определить, определить, значит, какой из проводов неисправен. Какой неисправен. Значит, если короткого замыкания нету, скорее всего, один из проводов неисправен. Здесь у нас стоит на положении О. Так, положение О. Так, правильно, на положении О стоит. Значит, вот смотрим, значит, ставим на этот проводник сначала, на этот проводник, и нажимаем сюда. Смотрим, вот, значит, горит. Горит рабочий. На этот. На этот не горит. Значит, этот горит. Это, значит, исправно. Теперь этот смотрим. Так, этот не горит. Возможно, может быть, даже, может быть, даже, может быть, даже и в розетке неисправно. Сейчас отверточку возьму и посмотрим. Сделаем маленький перерыв. Отверточку возьму и посмотрим. Ну вот мы берем, значит, значит, мой тестер вот такой. Значит, смотрим фазу. Вот видите, на вот этом проводе, получается, на коричневом проводе, вот лампочка горит, фаза есть. Фаза есть, значит, этот провод целый. Теперь мы фазу что, меняем местами, меняем местами. Вот поменяли местами, значит, здесь фазы уже не будет. Видите, реально ее и нету. Значит, фаза должна перейти на синий провод. Смотрим, фаза. Фаза нет. Значит, приходим к выводу, значит, что неисправен, значит, синий провод. Синий провод. Сейчас, значит, попробуем, попробуем, значит, найти неисправность. Попробуем найти неисправность. Поставим сначала в положение L, она менее чувствительная. А потом, если не получится, то в положение H. Вот поставили и начнем искать. Так, начнем искать. Так. Ну, здесь, видите, это исправно. Вот она работает. Вот она работает. Это исправно. Вот она. Вот она работает. То есть, здесь пока мысли у нас, что обрыва нету. Ну, скорее всего, это будет длительная, длительный процесс. Но можно перейти, допустим, побольше пройти, половина хотя бы провода, и посмотреть, есть там или нету, чтобы... Ага, здесь есть. Здесь вот, видите, вот здесь есть. Значит, здесь смотрим. Здесь есть. Значит, дальше пошли. Дальше пошли. Опа! Нет, здесь есть. Хотя не уверенно. Здесь не уверенно. Значит, надо сюда вернуться назад. Вернуться назад. Здесь мы не видим. Так, здесь мы не видим. Вот здесь, видите, вот она уверенно идет. А здесь, здесь нету. Сейчас посмотрим. Она может еще от этого провода наводка будет. Вот он идет отсюда хорошо. Вот уже, наверное, скорее всего, вот в этом участке. Ага, нету. 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 Надо. Так. Смотрим. Нету. 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 О! Что? Очень неудобно, потому что проводник очень длинный. Вот мы, значит, дошли вот до этой отметки. Сейчас мы изолентой сделали отметочку, да? Видите, вот она очень хорошо идет, да? А здесь вот уже все, вот, пропадает. Пропадает. Мы предполагаем, что вот где-то в этом месте, вот сантиметров, может, пять, обрыв провода. Ну, сейчас любую вещь можно проверить только, как говорится, вскрытием. Посмотрим. Здесь вот не очень хорошо. Уже не тоже. А здесь вот, видите, если тебе хорошо. Все, посмотрим сейчас. Нажми паузу пока. Вперед, вперед. Здесь мы отключим, чтобы было все нормально. И вот здесь вот разрежем. Ну, учитывая то, что здесь вот вообще-то не должно быть вроде бы и явных таких вот рвов не видно. Ну, посмотрим. Вскроем, посмотрим. Так вот. Вскроем, посмотрим. В этом районе. Вскроем, посмотрим. Смотрите. Видите? Вот она чернота. Вот оно и замыкание. Практически, практически мы что-то дело обнаружили. О! Видите? Практически обнаружили до сантиметра. И, так скажем, что прибор самый, что у нее есть, дешевый. Ну, видите, работает хорошо. И не надо было нам, как говорится, резать, смотреть. Вот так вот прозвонили его, посмотрели. И все замечательно. Видите? Здесь вот там горело немножко. А здесь до сантиметра. Сейчас мы, что сделаем? Мы сейчас зачистим его, зачистим, соединим и проверим. И проверим. И после того, что подведем, итоги. Просто сейчас паяльника под рукой нету. Паяльник остался в гараже. Ну, временно сделаем. Ну, у нас все, что временно, это постоянно уже, как говорится. Временно сделаем. И потом дойдет у нас дело. Ну, самое интересное, что вот вроде и порезов не было, и обрывов не было. Видите, да? Почему там горел? Прогорел. Ну, при наличии такого прибора. И учитывая то, что мы это делаем первый раз. Первый раз раньше мы этим делом не занимались. Не занимались. Так вот. Так вот. Чуть-чуть соединим сейчас. Сюда. Соединим. Нам просто убедиться, что он работает. Что он работает. А там уже, как говорится, соединить-то можно по-другому. Можно и влюбинить, и спаять, и что угодно сделать. Так вот. Вот таким образом. Соединяем. Соединяем. Так. И сейчас заизолируем. И посмотрим. И посмотрим. Вот при помощи, значит, такого прибора, тестера, обнаружили... Сначала мы обнаружили то, что в каком из... Какой из проводов повреждён. Потом на этот провод дали фазу. Потом, значит, в положении L, значит, менее чувствительного, значит, начали искать. И, видите, две изоляции мы нашли. Две изоляции мы нашли. Вот сейчас, видите, мы временно закрутили это дело. Сейчас мы проверим следующим образом. Сейчас мы сюда подадим напряжение. Напряжение и... Так, мы сейчас и поправим изоляцию. Здесь вот всё равно одно было подгорание. И второй провод немножко так вот починим. Тут второй-то целый. Целый, но всё равно так вот подмотаем его чуть-чуть, чтобы был получен. Вот так. Один кусочек. Можно два. Так, можно два кусочка. Так получим. Так. Можно два кусочка. Так получим. Таким образом вот. Заизолируем. Так. Вот таким образом. И... Я думаю, что этот провод ещё... нам послужит. Так. Сейчас мы так вот разрежем его чуть-чуть. Вот. Вот так вот. Здесь мы скрутим. Скрутим. Здесь можно убрать. Тоже... Так убрать. Убрать и заизолировать ещё разок. Так вот сюда поставим. Можно балашинку наложить, но... Как говорится, так пойдёт. Сюда изоляю. Так. Вот таким образом. Ну, сейчас мы проверим сначала. А потом будет видно. Потом будет видно. Так. Ну. Пройдём ещё два раза. Здесь можно потом шину наложить. Резиновую. Чтобы получила. Так. Раз, два, три. Так. Теперь нам надо... Найти где у нас розеточка. Так. Это... Так. Это одна. А где другая? Так. Где другая? Так. Это вилка. Куда мы её положили-то? Ой. Провод. 50 метров. Сразу не найдёшь. Вот он. Сюда. Сейчас. Закрепим это дело. Это дело. Конечно бы. Был бы метр-полтора. Это было бы побыстрее. Побыстрее. Как говорится. И полегче. Ну. Я бы не думал, что где-то... Где-то, получается, почти в центре обрыв-то был. Я не думал, что... Я думал, что где-нибудь с края должен быть где-то. Что-то. Ну. Посмотрим. Я надеюсь, один обрыв был. Не два, не три. Так. Что посмотрим. Так. Включаем. Как говорится. Процесс испытания. Всё работает. Значит. Подводим итоги. Значит. При помощи. Значит. Вот такого тестера. При помощи такого тестера. Значит. Называется тестер-пробник. Видите. Тестер-пробник. Значит. За короткое время. За короткое время. Значит. Мы. Обнаружили. И устранили. Обрыв провода. Значит. Тестер этот пробник недорогой. Он в районе где-то 150-160 рублей стоит. Значит. То есть. Можно им измерять. Видите. Найти фазу. Можно найти. Определить. Ну. Видите. Видите. Определить напряжение. Значит. В проводе. Можно проверить. Значит. Соответственно. Предохранители. Ну. Думаю. Недорогая. Нужная вещь. Которая в каждом доме пригодится. И своими руками. Видите. Я вот первый раз взялся за это дело. И все получилось. Думаю. И у вас у всех получится. До новых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok